У вас интоксикационный синдром, его никуда не денешь. Преспираторно-вирусное лечение назначено, надо продолжать. Сюда, на станцию скорой медицинской помощи, поступают звонки со всего Красноярска. Врачи принимают до 2000 обращений в сутки. Специалисты выясняют причины недомогания, узнают адрес и исходные данные обратившегося. Всю информацию врачи заносят в автоматизированную систему и передают коллегам в соседний кабинет. Здесь уже за работу принимаются диспетчеры. Они связываются с мобильными бригадами и отправляют их на вызов. 509 вызов на мобильный. Все мобильные бригады скорой помощи отражены на большом мониторе. В данном мониторе выделен весь город Красноярск и вся геолокация автомобилей скорой медицинской помощи. Мы можем посмотреть какой-то отдельный определенный сектор, где находятся автомобили. У каждого диспетчера на экране также отражаются все выездные бригады. Зеленым цветом выделены свободные машины, красным – те, кто уже работает на вызове. Бордовые значки означают, что скорые возвращаются в районы стационара. Информацию бригадам о поступившем вызове диспетчеры отправляют на планшет. Такими планшетами с автоматизированной системой оснащены все 95 круглосуточных бригад машин скорой помощи. Раньше диспетчеры связывались с ними только по рации. Врачи уверяют, внедрение новой системы ускорило связь с диспетчерским центром. Это хорошо, когда ты один в городе и разговариваешь по рации. Да, когда ты одна бригада и разговариваешь по рации. Бригад много. Бригад и все хотят сказать, что они приехали на вызов. Это значит, что иногда тебе приходится до минуты подождать своей очереди. А у нас все очень… у нас время везде фиксируется. То есть минута для нас – это большое время. Систему автоматизированной диспетчерской службы внедрили накануне универсиады. Все это время она работала в тестовом режиме и только в Красноярске. Сейчас эту систему планируют установить на станциях скорой помощи еще в нескольких городах и районах края. Система обладает такой возможностью, ее можно интегрировать с информационными системами других медицинских организаций и немедицинских организаций. И чтобы в будущем позволить нам влиться в единый цифровой контур, в единое информационное поле. Вот это важная особенность этой системы. В планах медиков также в скором будущем перейти на заполнение карт вызова в электронном виде. Екатерина Деревянко, Михаил Ткачук, Афонтова Новости.